22.00 подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. В студии Дмитрий Володин и Виктория Зёмина. Добрый вечер. Итак, начинаем. Одна из важнейших дат Великой Отечественной войны. Факелы аэростральных колонн зажглись в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Весь день в Петербурге вспоминают героев. Северную столицу накрыла снежная пурга. Метель и сильный ветер в город принёс циклон Фарима. 937 единиц техники и 352 работника ручного труда вышли на уборку города. На связи робот Виктория. Более 11 миллионов обращений приняла служба 122. Большую часть обработали благодаря искусственному интеллекту. Православный мир отмечает крещенский сочельник. Во всех петербургских храмах проводятся богослужения и совершается чин великого освящения воды. Для купания подготовлена 21-я ордань. Сегодня наш город, как и вся страна, отмечает одну из важнейших годовщин Великой Отечественной войны. 81 год со дня прорыва блокады Ленинграда. В честь памятной даты зажглись факелы растральных колонн. Как отметил губернатор Александр Беглов, факелы зажигают по самым торжественным случаям. Это огни нашей памяти о подвиге защитников и жителей города-героя Ленинграда, добавил глава северной столицы. Впервые газовое пламя на растральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года. В памяти о бессмертном подвиге защитников Ленинграда главным военным мемориалом города. Сегодня возложили цветы. А в Петропавловской крепости в честь 81-й годовщины прорыва блокады прозвучал полуденный выстрел из пушки. Тему продолжит Александр Буренин. 18 января 1943 года. Важнейший день в истории города и в истории Великой Отечественной войны. Да, до полного освобождения Ленинграда из-под блокадного кольца оставался еще год. Но ход событий уже начинал меняться. Благодаря прорыву блокады и полному освобождению Шлиссельбурга, по южному берегу Ладожского озера в кратчайшие сроки проложили железнодорожное полотно. 6 февраля первые поезда пошли в Ленинград. Сохранившиеся черно-белые кадры блокадной хроники навсегда останутся живыми фрагментами в памяти жителей осажденного Ленинграда. Они были совсем детьми и помнят, конечно, не все, но самые эмоциональные моменты всегда стоят перед глазами. Помню, как бабушка еду доставала сверху, у нас потолки высокие были, и как бы наверху там была полка, она доставала. Видно, голодная была. Буржуйку, помню, у нас в комнате была. Холод, голод, болезни, все было. У нас из шести человек семьи остались только мы с мамой. Первый трамвай, я помню, когда пошел 15 апреля 42-го года, и тогда мы переезжали уже на стенную площадь в свою квартиру, где мы жили. И вот этот переезд, я помню, до сих пор у меня и лица сохранились в памяти. Весь день в городе сегодня вспоминали героев обороны Ленинграда. Память защитников и жителей блокадного города почти утром на площади Победы. Цветы к монументу возложили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Посвятили памятной дате и полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. Один, два, три, четыре, пять, огонь! А на Пискаревском мемориальном кладбище сегодня открыли мемориальную плиту в память о геноциде населения Ленинграда. На ней страшные цифры. За 872 дня блокады в Ленинграде погибло более одного миллиона человек. Городской суд принял решение, что блокаду считают геноцидом. И вот те 11 стран, которые окружали наш город, они повинны в гибели более одного миллиона человек в нашем городе. И сегодня, когда нацисты снова хотят взять реванш, те же самые 11 государств тоже им помогают. Но мы сильный народ, у нас сильный президент, сильная страна. Мы обязательно победим. Это историческое событие, и жители города сегодня называют это процесс исторической справедливости. Очень многие нам помогали ученые, историки. Тысячи документов архивных переработаны и представлены суду доказательства, свидетельствующие описываемые события. А в соляном переулке возложили цветы к памятникам блокадным медикам и учителям. После чего в здании музея обороны и блокады Ленинграда Александр Беглов и Александр Бельский вручили почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Награды сегодня получили 20 человек. Я хочу вас всех поздравить с сегодняшним нашим праздником. Он был действительно праздником для всех. Появились на первые поезды с продовольствием, да и многое-многое другое. Жизнь начала налаживаться. Ленинградцы выстрели. И, конечно, мы помним всех погибших, кто мирных жителей, женщин, детей, стариков, тех воинов, которые защищали наш с вами город. Сегодня действительно один из великих дней прорыва блокады, операция «Искра». Из «Искры» разгорелось пламя. Мы освободили уже через год наш город полностью от блокады героические страницы, которые помогали защищать не только наш город, а всю нашу страну. Сегодня также открыли выставку, посвященную городским мостам. Проект рассказывает и об исторических переправах, которые выдержали бомбежки, и на которых остались следы снарядов. И о тех переправах, которые строители героически возводили для связи Ленинграда с Большой землей после прорыва блокады. «Исководный деревянный мост, который строили в рекордной сроке, вообще неимоверными усилиями. Километр 300 метров. Каждый день порядка 100 метров сдавали. Это был мост из бревна. Бревна были толщиной в 30 сантиметрах». На комбинате хлебопродуктов имени Кирова сегодня рассказали, как делали хлеб в блокадное время. 125 граммов – паёк, который сохранил жизнь тысячам ленинградцев в самые голодные месяцы. «Хлеба давали ежевенцам по 125 грамм. Начиналось с цинга, люди опухали, потому что витаминов не было. Мы подали зубы, люди ходили как дистрофики». Даже много лет спустя люди, пережившие блокаду, никогда не выбрасывали хлебные крошки со стола. Этот кусочек хлеба – символ мужества выстоявшего города. Александр Буренин, Мария Марченко, Александр Громов, Вероника Озерова, Олег Христов. Телеканал «Санкт-Петербург». О подвиге жителей блокадного Ленинграда говорили в региональном избирательном штабе кандидатов президента России Владимира Путина. Там активисты Народного фронта встретились с ветеранами и руководителями общественных организаций. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда свидетели трагических страниц истории города, которые застали войну еще детьми, поделились своими воспоминаниями. Мне было 4 года, но я очень хорошо помню, как летели фашистские самолеты, бросали бомбы на город, рушились дома. В 42-й год очень был страшный, самый страшный был в 42-й год. Хлеб по карточкам, 125 граммов хлеба. Я с сестрой были, мы в блокаду на московском районе, очень хорошо помню много. Ну, мне еще тогда лет-то было, конечно, мало, что мы жители блокадного Ленинграда. Но мы помним это все равно, держим это в сердцах и знаем, что без того единения, без такого энтузиазма, который проходил тогда, невозможно было бы победы. А мы все-таки одержали. Я так вот горжусь, что я ленинградка. Как отметили участники встречи, сегодня важно, чтобы молодежь знала историю своего города и страны не просто из учебников, а от живых свидетелей тех событий. Это необходимо, потому что вы, старшее, зрелое поколение, как раз можете рассказать, передать молодому поколению все то, что необходимо им знать из первоисточников. И когда жалуются, что пробки или холодно на улице, в эти моменты нужно вспоминать о том, что когда в городе была блокада, когда бесконечно были морозы, а в домах не было отопления, света, когда близкие люди теряли друг друга, и был голод, но люди продолжали работать, продолжали отстаивать наш город. И на самом деле они это делали для нас. Молодые люди также смогли задать ветеранам вопросы, спрашивали, где брали силу на борьбу с врагом и о чем мечтали ленинградцы. Блокадники рассказали, мысли о победе грели их все 900 дней блокады. В Петербурге начали раздавать ленты ленинградской победы. Их можно получить возле станции метро, в МФЦ и отделениях Почты России. Официальный старт акции дали вечером в доме книги на Невском проспекте. Там тоже дежурили добровольцы. Цвета ленты совпадают с оформлением медали за оборону Ленинграда, где оливковые символизируют победу, а зеленый – жизнь. Акция проходит уже 15 лет. Место для ее начала, дом книги, выбрали не случайно. Он работал для горожан все дни блокады. Это действительно такое, можно уже сказать, место интеллектуальной силы ленинградцев, петербуржцев. Практически наш такой духовно-нравственный код расположен на всех полках и стеллажах этого замечательного нашего уникального места. К таким событиям мы всегда формируем достаточно большой корпус волонтерский. Это несколько сот человек традиционно, которые как раз участвуют в раздаче лент, которые участвуют в мероприятиях, которых проходит в городе очень много. И в учреждениях образования, молодежной политики, и в учреждениях высшего образования, культуры. В зале искусств дома книги на первом этаже в честь начала акции ленты о ленинградской победе устроили небольшой концерт. Перед блокадниками выступили дети, читали стихи и исполняли песни о войне. Журналистам сегодня показали домовую книгу «Времен блокады». В ней запись о жильцах дома номер 28 по Невскому проспекту. В годы Великой Отечественной он назывался проспектом 25 октября. Раритет нашли случайно. В нем, например, есть записи о том, что дом книги законсервировали, но он продолжал работать в блокаду или о подготовке здания к авиаударам фашистов, а также список жильцов с 1933 по 1970 годы. В прошлом году единственное, что стояло на канале Грибоедова, и подошла пожилая женщина и стала нежно гладить стены нашего здания. Я подошел к ней, спросил, что она делает. Она сказала, что жила здесь в 40-х годах, начиная. Я говорю, а как вас, фамилия, как вас зовут? Она сказала, я Булгакова София. Я говорю, да, я вас видел. Ленты ленинградской победы продолжат раздавать до 27 января, когда город на Неве вместе со всей страной отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ледовом дворце состоялся концерт, посвященный 81-й годовщине со дня прорыва блокада «Непокоренный город Ленинград». Перед началом губернатор Александр Беглов обратился к ветеранам, блокадникам, ленинградцам и петербургцам. Сегодня наши воины защищают наше отечество, так же, как и наши отцы и деды защищали в 41-м. Низкий им поклон за это и огромное им спасибо. А всем нашим ветеранам здоровья, самое главное, терпения. Мы обязательно победим. В праздничной программе выступили народный артист России Василий Гирелло, заслуженные артисты России Зара и Анастасия Мельникова, танцевальный ансамбль «Невские зори», хор ансамбля песни и пляски западного военного округа и другие. Зрителям представили литературно-музыкальные композиции, танцевальные номера, а также хроники блокадного города и кадры его освобождения. Песню о Ладоге зал слушал стоя. В программе также прозвучали отрывки из Ленинградской симфонии номер 7 и стихи Ольги Бергольц. Свадьба под грохот канонады во время блокады в Ленинграде зарегистрировали почти 15 тысяч пар. Работали все отделы ЗАГСа. В те тяжелые годы события отмечали скромно. История бракосочетаний военных лет сегодня бережно хранят потомки. О семейных реликвиях в материале Марии Гончаровой. Несмотря на арт-обстрелы, она неизменно выходила на сцену в театре и еще работала на радио, а он садился за холст. Трогательную историю актрисы и художника, их любви, которая рождалась в блокадном Ленинграде, хранит внучка Татьяна Баронова. Дедушка ее рисовал. Вот, и меня в концертном платье. Вот работа. Это вот получается вот эта фотография? Вот она, да, да, да. Знакомство – дело случая. В очередной ледяной и голодный вечер зимой 42-го по пути домой Ярослав Николаев слышит голос из репродуктора и замирает на месте. Володя приехал. Крикнул кто-то на дворе. Володечка, приехали! Завопила Наталья, вбегая в столо. Он остался как вкопанный. Дослушал передачу до конца. Узнал, что читает артистка Мария Петрова. И поклялся найти ее. А что бы то ни стало. Но на следующий день попал в госпиталь с дистрофией. Как только встал на ноги, отправился на поиски той самой. И при этом все время твердил – влюбился в голос. Пойти на свидание актриса согласилась не сразу. Но вот дальше, как в самых красивых романах. А через год приняла предложение руки и сердца. Без конца объявлялась воздушная тревога. А так, как они шли довольны из ЗАГСа, как они только расписались, их оштрафовала милиционер, остановила то, что они во время тревоги идут. И в начале этой улицы мы встречаем председателя Союза художников Владимира Александровича Серова, который делает удивленные глаза и спрашивает, ребята, откуда вы? Все обстрел. Ярослав гордо говорит, Володя, мы из ЗАГСа. Пойти в то время в ЗАГС в платье – большая удача. Наряды чаще всего шили своими руками, если, конечно, удавалось найти необходимые материалы. Петербурженка Ольга Морозова всю свою жизнь коллекционирует свадебные артефакты. Планирует даже открыть музей. Жемчужина среди всех предметов искусства – вот это платье. Не самый привычный дизайн. Платье, почему они вот такие кремовые, цветные? Для того, чтобы их можно потом просто носить. Это платье 41-го года. Хозяйку фамилии мы не знаем. Жених ушел на фронт, как только объявили войну, 22 июня. У них свадьба была назначена. Но свадьбу отложили. Думали, что это ненадолго. Наряд выполнен из редкого в то время шелкового материала – крепдышина. Те, кому такая роскошь не была доступна, шли под венец, например, в гимнастерке. Как только новобрачные получали свидетельство в ЗАГСе, обзаводились еще одним документом – книгой расходов. Так получалось упорядочить совместный быт и сэкономить в непростое время. Это традиция того времени многих семей. Потому что люди всегда, конечно, жили очень экономно. И поэтому записывали каждое, куда что ушло. Жить и любить друг друга, несмотря ни на что. Хоть и без марша, Мендельсона, колец и пышного застолья. За время блокады в Ленинграде зарегистрировали почти 15 тысяч браков. Мария Гончарова, Наталья Шорникова, Андрей Спиридонов, Юлиана Говорова, Петр Калядин. Новости. Телеканал «Санкт-Петербург». Итак, желтый уровень погодной опасности продолжает действовать в Петербурге. Всему виной циклон Фарима. На улице Метель сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 17 метров в секунду. В связи с погодными условиями корректируется задача для дворников и механизаторов. Об этом на своей официальной странице рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин. С восьми вечера до восьми утра на дорогах города будет работать около 940 единиц техники и более 350 работников ручного труда. Коммунальным службам поставлена задача принять необходимые меры предупреждения опасностей на городских магистралях и во дворах, провести прометание и просыпку противогололедными материалами. Цикл работ будет продолжаться по мере выпадания осадков. О других событиях дня в коротком обзоре. Православный мир отмечает крещенский сочельник. Его еще называют навечерием богоявления. В канун одного из главных церковных праздников верующие соблюдают строгий пост и молятся. Во всех храмах проводится богослужение и совершается чин великого освящения воды. Ночью православные христиане будут традиционно погружаться в Иордане. В Петербурге для этого оборудовано 21 купель в 12 районах города. На стенде Петербурга на выставке «Россия» в день прорыва блокады Ленинграда прошли памятные мероприятия. Посетители экспозиции приняли участие в тематической викторине «Мы помним» и узнали новый факт о жизни и важных профессиях в осажденном городе. На экранах демонстрировались тематические ролики, посвященные особым местам блокадного Ленинграда, музеям и мемориалам, сохраняющим историю. О фотозоне можно было сделать памятный снимок в военной форме времен Великой Отечественной войны. 15 человек из стран ближнего зарубежья получили сегодня российское гражданство. Торжественная церемония прошла в управлении МВД по Невскому району. Новоиспеченные граждане России поклялись быть верными нашей стране и уважать культуру, историю и традиции. Присягнувшим на верной стране после торжественной церемонии вручили повестки о постановке на воинский учет, чтобы они могли исполнить свой гражданский долг в рядах вооруженных сил. С 27 января до обновленной станции метро «Ладорская» будут вновь ездить 10 автобусных маршрутов из Ленинградской области, из Всеволожской деревни, Йоксолово городских поселков Дубровка и Янина-1, поселков Рахья, Щеглова, Ваейково. Во время ремонта все они возили пассажиров к станциям метро «Проспект Большевиков» и улице Дыбенко. Добавлю, что в ходе реконструкции «Ладорской», которую закрыли в марте, были отремонтированы три эскалатора. Целиком заменена балюстрада, по-новому облицованы колонны и выполнил ряд других работ по благоустройству. Сотни звонков одновременно может обрабатывать петербургское отделение службы 122. Такие возможности сервису дал искусственный интеллект. Робота «Викторию» знает каждый житель города, который хоть раз звонил по единому номеру, чтобы, к примеру, записаться к врачу. Электронная сотрудница работает в режиме многозадачности, но пока остается только помощником оператора человека. Впрочем, потенциал робота практически безграничный. Вот чему ее учат сейчас, знает Александр Чуев. Здравствуйте, меня зовут Ильяна Руслужа, слушаю вас. Оператор службы 122 помогает записаться к врачу. Специалист также может вызвать доктора на дом или сообщить, в какой аптеке поблизости в наличии необходимые пациенту лекарства. Самое основное направление вызовов – это вызов врача на дом. Это сейчас пока все равно приоритетное самое направление. И мы с 2020 года работаем в этом направлении, когда начался ковид. До сих пор это сейчас самое популярное, особенно в сезонных заболеваниях. Большинство таких звонков сегодня обрабатывает голосовой помощник Виктория – робот с искусственным интеллектом. Она почти всегда распознает то, что говорит абонент, а также вносит данные, ориентируясь в десятках городских медицинских систем. Кроме того, обзванивает горожан, приглашает и записывает на диспансеризацию. А потом еще и напоминает о назначенном времени. Однако иногда человек хочет поговорить именно с человеком. Наша работа заключается не только в поиске информации, а в том, чтобы успокоить гражданина, сказать, что все это решаемо, и помочь ему в решении его ситуации. У нас нет именно лимита по времени, сколько должен длиться диалог, но опять же мы придерживаемся сценария, придерживаемся того, чем мы можем помочь гражданину. За три года служба обработала около 11 миллионов обращений, при этом 7,5 миллионов заявок на медицинские услуги создано без участия оператора, то есть силами искусственного интеллекта. Помимо здравоохранения у службы еще два десятка направлений консультирования. Это вопросы ЖКХ, выплаты и льготы, служба по контракту и другие, вплоть до извещения о времени прибытия общественного транспорта. А в будущем добавятся функции, которые сегодня кажутся фантастическими. Городские научные центры уже работают над их созданием. Для того, чтобы человек мог через сеть в будущем 6G передать видео, и система искусственного интеллекта определила, где человек находится, что его окружает, какие возможные, так скажем, если это какая-то катастрофическая или экстремальная ситуация, какие могут быть последствия, какие нужно вызвать службы. Такая опция может пригодиться тем, кто в состоянии стресса теряет дар речи и не может сформулировать свой запрос. Кроме того, петербургские ученые обсуждают еще одну возможность применения искусственного интеллекта. Предполагается, что он сможет сам следить за порядком на улицах с помощью видеокамер и специальных сенсоров и сообщать во все профильные службы о происшествиях. Александр Чуфь, Юрий Юхнин, Олег Марков, новости телеканал Санкт-Петербург. Завтра в городе на Неве ожидается ухудшение погодных условий. Сильный снегопад и недель продолжатся. Синоптики предупреждают о штормовом ветре. Атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха крещенской ночью минус 7, минус 9 градусов. Днем минус 4, минус 6. Кстати, самый сильный мороз в Крещение за историю наблюдения был в ночь на 19 января 1940 года. Тогда термометры зафиксировали минус 29,6 градусов. Эфир продолжает программа «Степень защиты». В студии ведущая Елена Болдышева. Добрый вечер. Криминальные новости в ближайшие 10 минут на телеканале Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Продолжение следует...